Благодаря собаке-спасателю Торину было обнаружено еще двое живых людей под завалов. Спасатели-добровольцы в Башкирии продолжают работать в третий день на разворе завалов в городе Эфироман-Марашин-Курсе. За эти дни было спасено пятеро живых людей, двоих из которых обнаружил собаку-спасатель Торин. Всем привет! Я уже неоднократно рассказывал о том, как достают из-под завалов домашних животных, собак, кошек. Это видео я хочу посвятить мужественным четвероногим друзьям нашим, которые также работают на разборе завалов, они ищут живых людей. И очень часто собака находит живых людей там, даже где не показывают ничего, специальные приборы спасателей. Собаки находят и спасают людей, которые по сути были бы, если бы их не было, их бы просто не нашли этих людей. Давайте сегодня посмотрим, вот вы видите уже первого песика, который делает добрые дела и находит людей. Здесь вы видите прибывшую собаку со спасателем. И героем последних дней стал песик, не знаю, турецкий скорее всего, он точно не знаю, чей он, наверное, турецкий, раз не было написано, с какой он страны. Он спас на его счету пять спасенных жизней, и он повредил стеклом лапы. И его перебинтовали, посадили в уголочек, привязали, чтобы, ну потому что нельзя было дальше с такими порезанными лапами продолжать работу. Но он рвался все равно, и спасать людей он не мог сидеть спокойно. И ему намотали еще на бинты сверху скотч, и он отправился спасать еще людей дальше. Вот так вот собаки отдыхают вместе со спасателями, потому что работать приходится сутками. И вот как раз сейчас вы видите собачку, которая целые сутки провела в поисках людей, сутки она не отдыхала. Здесь команда из Сальвадора, спасатели тоже со своим песиком. Это спасатели из Мексики, обратите внимание на этих собак, и в конце видео вы все поймете, почему я сказал, обратите на них внимание. Собака из Башкирии, которая спасла несколько человеческих жизней. Это тоже спасатели из Мексики, спасатели из Казахстана. Вы видите, три собачки спасать приехали людей. Это на разборе завалов спасателей из Казахстана с песиком. Это житель Аданы, который занимается, я так понял, не принадлежит к каким-то службам. Он охотник, местный житель, у него очень умная обученная собака, охотничья, которая также помогает находить людей живых под завалами. Украинские спасатели работают, разбирают завалы, им тоже помогают песики. Вот вы видите, песик отдыхает, а здесь в работе, вот второй песик с украинскими спасателями. Это спасатели из Германии. Ну и друзья, печальная, печальная такая будет концовочка. Погиб, работая под завалами, погиб мексиканский пес-спасатель. Очень трогательные комментарии по всей сети. Его звали Протео, и мексиканцы просят его привезти домой, чтобы похоронить с почестями, как героя. И очень трогательное видео выпустил кинолог, который работал с этой собакой. Он сказал, что она была очень отважная, очень смелая, много добрых дел сделала, ничего не боялась. К сожалению, к сожалению, под завалами, песик погиб. Давайте посмотрим этот ролик. И спасибо нашим четвероногим друзьям. Их работало на поисках людей не менее сотни. И со многих стран были собачки. Ну и конечно же вечная память, и спасибо Протео. Очень жаль, его будут помнить вечное, не только в Мексике, и в Турции, и по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok